Всем привет, мои дорогие подписчики и гости канала. Месяц назад я делала анонс об эксперименте, который решила провести. Это бюджетное, экономное, но в то же время полноценное питание. Месяц прошёл. Я уже знаю, сколько мне нужно потратить, чтобы не шиковать в ресторанах, а именно питаться дома. Понятно, что у каждого человека своя зона комфорта, свои предпочтения в еде, какие-то привычки. Но вот именно эта корзина, которая сейчас вам будет предоставлена, это именно вот для меня. Я очень люблю овощи, фрукты, супы всевозможные. Я не ем красное мясо, я ем только курицу и рыбу. Рыбу пытаюсь каждую неделю два раза в неделю есть. Покажу вам свой любимый рецепт. Мне он очень нравится, он прост в приготовлении, очень вкусный и его быстро приготовить. Утром у меня всегда варёное или жареное яйцо или овсянка. Сейчас я буду готовить себе обед. Буду готовить курицу с черносливом в сливочном соусе. Полкилограмма куриной грудки стоит 11 лир. Крема это наши сливки. 200 грамм стоит 4,5 лиры. И чернослив, пакет стоит 15 лир. Мне, чтобы курицу с черносливом приготовить, достаточно будет половину грудки, пол пачки сливок и буквально 5 сушёных черносливок. То есть, как бы, это очень вкусно. Готовится это блюдо всего полчаса. Обалденное. Попробуйте. Если бы я, конечно, не на одной ноге была, я бы показала весь процесс приготовления, но камера будет шататься. Обалденно вкусное блюдо, питательное. Не пожалеете. То есть, вот такой обед. Всего за эти ингредиенты 30 лир. Но использовать я их все не буду. Они ещё, естественно, останутся. Попробую записать, но за качество извините. Нарезала мелкой соломкой курицу. Обжариваю на подсолнечном масле. Чернослив на 10 минут завочила в воде. Порезала тоже соломкой и добавляю к курице. Все это залила сливками на маленький огонь под крышку и 20 минут. Всё, блюдо готово. Вообще, это блюдо вкуснее из индейки получается. Но и индейка намного дороже. А у меня эксперимент по эконом-питанию. Торт Наполеон. Я, в принципе, сладкое не очень люблю, но иногда ем. Эта русская женщина продаёт. Делает и продаёт в своём магазине. Там очень много русских продуктов. Русских, украинских, в общем, наших. Этот кусок стоит 25 лир. Вчера осталась половина куриной грудки, и я сделала плов. Борис купил овощи, фрукты. Килограмм банан 8 лир. Огурцы 4 лир. В общем, за всё он заплатил 40 лир. Но дынят, так как не сезон, она дорогая. Борис в ресторане заказал мне, пожарили рыбу, барбунька. Раз, два, три. Шесть штук. И салат за всё заплатил 35 лир. Ну, а на килограмм где-то стоит вот такая вот небольшая, где-то 70 лир килограмм стоит. Сегодня буду варить гороховый суп. И он мне совершенно бесплатно обошёлся, потому что горох мне подарили. И мясо тоже из Украины мои знакомые мне привезли. Точно так же любой человек, который едет в Турцию, может с собой, естественно, что-то взять. Там гречку, горох, разные вкусняшки. Борис купил очень вкусный кекс. 20 лир стоит. Здесь 600 грамм с цукатами и корицей. В четырым. В хлебной лавке купил он его. Сейчас будем пробовать. Тантуни чем-то похож на Донер в лаваше. Но это не Донер. Здесь лаваш более тонкий. В средине внутри мясо. Хотите говядина, хотите курица. Стоит 17 лир вместе с Айраном. С Туршу. Туршу это огурцы и перец маринованный. И вот такую вкусняшку дают, сладенькую. 17 лир стоит. В магазине эконом-класса А101 купили. Борис купил курицу. Потом я очень люблю сарма. Это типа наших голубцов. Только без мяса внутри. Один рис со специями. И завёрнутые в листья винограда. Сыр. Ну и такие орешки в соусе. За всё это 41 лиру отдал Борис. Овощи, фрукты в Манаве. Манав это лавка, где продают овощи, фрукты. В общем, 25 лир заплатил Борис. И я очень захотела свежей молодой картошки. Она здесь круглый год продаётся. Вот столько было. Сегодня на ужин молодая картошка, красная рыба и овощи. Солёная красная рыба продаётся в русском магазине у нас в Алании. 150 грамм стоит 20 лир. Ну, теперь самое главное. Сколько же я потратила? Израскодывала за месяц. Повторяю, что я очень люблю овощи, фрукты. В месяц у меня ушло 400 лир. На курицу и на рыбу 600 лир. Хлеба я не ем. Иногда вот балую себя такими тортиками. У меня в месяц 100 лир ушло. На средства личной гигиены, порошок, губки для мытья посуды. 400 лир. Это я всё покупаю. ВА-101. И также ВА-101. Вода, орешки, кофе. Там какая-то мелочёвка. Тоже 200 лир. У меня ушло. За интернет и за телефон в месяц я плачу 260 лир. За коммунальные услуги. За апрель мне 20 лир за воду пришло и 65 лир пришло за электричество. Мы даже зимой, когда очень холодно, не включаем кондиционер. А летом, когда жарко, уж тем более после моей операции, которая была у меня связанная с гайморитом, я от кондиционеров пытаюсь подальше держаться. Поэтому счета за электричество у нас небольшие. Ну и каюсь, все мы грешны. Я курю на сигареты, но не часто. Меня на сигареты ушло за месяц 320 лир. Итак, подводим итог. У меня ушло, если в лирах, это 2365 лир, около 235 евро или 290 долларов. Это самое, поверьте, это вот самое экономное. Я себе отказывала в креветках, в кальмарах, которые я очень люблю. В основном это были супы. Иногда вот могла себя барбунькой побаловать и тортиком. Все остальное обычное. Овощные рагу какие-то я делала, супы. Поэтому некоторые говорят, что люди живут на 100 долларов в месяц. 100 долларов это 800 лир. Это нельзя прожить на эту сумму в месяц. Именно в Алании, да, и в любом городе Турции это очень мало. 100 евро или 100 долларов. Вот минимальное, на что вы должны рассчитывать, это, ну, где-то 200, ладно, без сигарет. Ну, где-то, я не знаю, ну, 250 долларов в месяц это, чтобы нормально питаться. А так, с воды на хлеб, с хлеба на воду, можно, да, возможно, и за 100 долларов прожить в месяц. Надеюсь, моя информация была вам полезной. Всем пока. Берегите себя. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok